Друзья, здравствуйте! Сегодня мы посетим еще одно интересное место. Сразу увидели на видео, что место будет интересное. Это парк Ледникового периода, который недавно создали в Эстонии. Центр Ледникового периода – это тематический парк для всей семьи. Место, где в одном доме вы можете развлекаться, включая познавание всей Вселенной. Центр Ледникового периода – это уникальный центр посещения Прибалтики. Это захватывающее, конечно же, место проведения досуга в Тарском уезде, куда можно пойти с семьей. Однако, надо понимать, что это примерно, а мы выезжаем из Риги, 300 километров, либо 4 часа в пути. С детьми, конечно, крайне неудобно. Но, тем не менее, если едете куда-либо, в Талли, например, по пути, возможно. Продолжение следует... Итак, как я говорил, мы направляемся в путешествие по Эстонии. И посещение Ледникового периода, как отдельную экскурсию, с маленькими детьми, я бы не рекомендовал. Но, скажем, если мы ехали пиарную Тарту Таллин, то по пути, между отрезочками, очень рекомендовано, для того, чтобы размять ножки. Потому что для маленьких детей, у нас трехгодовалый, самый маленький член нашей семьи. И ему, конечно, очень неудобно. Поэтому, когда мы перемещались с одной точки в другой, заскочили в это замечательное место. А место, как видите, действительно интересное. Это озеро. Кстати, если смотреть по карте, там даже и Псков вроде как недалеко. Такая точка, где и с России, и с Латвии довольно удобно добираться. Место летом, наверное, очень рекомендовано для прогулок. Смотрите, какая классная штучка. Только что было на видео. Это понтон, в котором можно кататься всей семьей и кушать. Однако, входим, смотрим на стоимость. Зафиксируйте там где-то у себя, сколько это стоит. Итак, вход. Вход довольно прикольный. Понравилось то, что есть надписи на русском языке. Очень понравилось. То есть, там продублировано на четырех языках, если не ошибаюсь. И мой язык русский. Мне очень комфортно. За это спасибо. Хорошо, что есть раскладка помещений. Мы сразу можем видеть, что нас впереди ждет, куда двигаться. И, соответственно, выбрать, что интереснее, в зависимости от возраста вашего ребенка. Это грамотно сделано. Неграмотно сделано то, что только на эстонском и нету радиогида. Если бы здесь, вот, забава ко всему, был бы радиогид, это было бы действительно инновационное здание, и все здесь было мега продумано. Без радиогида он проигрывает наполовину. Мама смотрится шикардос. То есть, огромное помещение, и маленький ребенок может понять, что такое мамонт. Он много слышал о нем, а так в живую величину. В виде айсбергов, ну, ледяных всяких таких штучек, сделаны комнаты. И здесь мы трогаем настоящий ледник. То есть, дети подходят и тектильно ощущают, что такое ледник. Это прикольная фишка. Ну, все прямо трогают его. Вот лед, лед. А мы еще приехали тогда, когда не было холода на улице. Так лед там прям не помешал. Ну, и здесь, конечно же, что такое ледник. И много-много очень разбивающий для ребенка информации. С точки зрения тех детей, которые учатся в школе, прийти сюда и наглядно им все это показывать, рассказывать. Если здесь еще есть гид на вашем языке, это вот действительно пособие, то, что нужно. Я считаю, сюда нужно школами, классами ездить для изучения детей. А вот это комната для релакса, я так называю. Заходишь в полной темноте, садишься на стульчик с семьей, ну, ложишься даже пол-лежа. Музыка и северное сияние. Вы реально ощущаете, что такое северное сияние в действии. Блин, можно здесь засыпать, это такой кайф. Ну, камера это не передаст, но мне главное до вас занести, что это есть. То есть, вы можете ощутить северное сияние, ну, не покидая Эстонию. Не нужно для этого ехать куда-то там, в Норвегию или на полюс. А вы реально находитесь в этой комнате, играя в нежную музыку. И для маленьких детей это производит впечатление. То есть, видите, Ника, три годика, она была в таком шоке. Ну, что там, Ника, и я был в шоке. Мне эта комната очень понравилась. Интересны ваши ощущения, когда вы будете здесь, по моей рекомендации. Действительно ли это одна из лучших комнат в ледниковом периоде? Я думаю, эта оценка полезна, будет, например, создателям ледникового периода. Наверняка они просматривают такие ролики. Ну, создателю спасибо, это хорошая фишка. Камера все-таки не передает ощущения. Это понятно. Но просто придется поверить на слово, что прийти со своей семьей, лечь на шезлонки, на диванчике и посмотреть настоящее северное сияние и ощутить, что это такое. Ну, ощущение оно, правда, есть. Дальше такие маленькие интересные комнатки, где мы можем видеть, как медвежья берлога выглядит, например. Например, всевозможные зверьки, как устроен их мир, где они живут, как они охотятся. Очень-очень много информации о всех животных и птиц с севера. Даже включая насекомых. Поскольку гида не было, тут приходится додумывать все. Информация, которая есть на бумаге, она есть. Это хорошо, но ее, допустим, очень мало. Просто фиш такой, качельки для детей в виде мамонта. Ну, и можем видеть, он многоярусный, многоэтажный. Вот эта пещера, это второе, наверное, номер два, что здесь действительно кайф. Ты входишь в настоящую пещеру и веришь, что это настоящая пещера. Она сделана достаточно качественно, а это вам строитель говорит. И вы здесь можете производить раскопки. То есть, смотрите, маленький ребенок берет приборы и начинает раскапывать. И находит какие-то окаменелости, кости. А там настоящая пещера. Мы выходим, там где-то замерзший мамонт лежит. Соответственно, атмосфера в виде музыки, в виде освещения. Она подлинная. Наскальные вот эти вот рисунки. Ну, не знаю, ощущение того, что это бутафория. Вот у взрослого человека, у строителей не было. Это очень классное помещение. С шоком здесь это мамонт при входе, северное сияние. И вот это помещение. Вот эти три помещения, это удача. Вот это правильное решение. Минусы. Самые большие минусы то, что нет здесь радиогита на языке туриста, который пришел. Сейчас мы пытаемся что-то раскопать. И вроде нам удалось, смотрите, какая кость. Но это песочек для детей, это важно. А здесь можно попробовать свои граффити, наскальные рисунки сделать. Видите, тинейджером 14 лет, это интересно. Здесь мы можем видеть мамонты, спланировать охоту на мамонтов. Ну, сейчас, собственно говоря, мы и занимаемся. Ну, в этой пещере мы провели примерно столько же времени, сколько и в северном сиянии пещер и комнате. Это очень удачно, это прикольно. То есть, вот, сразу приехали не зря. Нам повезло, у нас разного плана, разновозрастные дети, да? 3, 14 и 10. Это замерзший мамонтенок, такого было жалко малыша, маленький. Это костер. А это можно взглянуть. Смотрите, вы увидели, как растапливали костер, как ели мамонта, как жили древние. С точки зрения познавания для детей, это действительно интересно. Сделано очень грамотно. Дальше мы видим окаменелости. Вроде бы они даже подлинные. Ну, и всевозможные приблюда, штучки, для того, чтобы вам было удобнее, интереснее их изучать. Бибель мамонта окаменелый. Зуб мамонта. И всевозможные такие информационные панно. Там действительно очень много полезных вещей. И это тот момент, когда ребенку хочется заниматься наукой, хочется познавать мир, хочется узнать, потому что есть эмоции. Школа этого не передает. Поэтому жалко, что от Риги 300 километров в одну сторону. Но я думаю, это хороший такой класс для учеников. Смотрите, какие рога у оленя. У лося. Прикольная игрушка, да, видим? Мамонтенка. Ну, то есть и трехгодовалый здесь действительно понравилось. Место, чтобы пофоткаться всем классом, например. Ну, мамонт, да. Мамонт – это просто ух. Ты можешь себе почувствовать, что такое охота на мамонта, когда стоишь рядом с ним и понимаешь, насколько это великое творение природы. Поскольку это ледниковый период, это не только о мамонтах. Это в целом о нашей планете. То есть на разных этажах здесь рассказывают, что происходило с нашей планетой, что происходит. И возможный худший сценарий, если человечество не изменится по отношению к природе. То есть экология здесь тоже представлена. И здесь есть многие вещи, которые мне, даже взрослому мужику, были интересны. Поднимаемся на второй этаж. И уже смотрим на мамонта с расстоянием второго этажа. Опять пошли. Интересно идти на такие, как бы их правильно назвать, развивающие, что ли, пану. Вот эта штука очень интересна. Ты заходишь в черную-черную комнату и сидишь в полной тишине и смотришь, как гибнет айсберг. То есть здесь есть звук, вибрации и ощущение полного присутствия. То есть ты должен услышать, что такое гибель айсберга. Он обрывается в пропасть. Это гигантский грохот. У тебя же внутри все трясется. Чайки, ихнии крики поднятые. И ты действительно ощутишь, что такое потеря айсберга. Ну, кусочка, который откололся. Дальше в других залах ты изучишь, насколько это страшно для нашей планеты. А сейчас ты просто представь, что такое. Немного позже ты представил, что такое северное сияние. А сейчас почувствуй мощь природы в виде айсберга. И в этой комнате ты там действительно это чувствуешь. Я думаю, это комната номер 4, которая тебя действительно заставит задуматься. И в этой комнате есть ощущение. Открылся айсберг, начал свое путешествие. Ну, а дальше комнаты будут рассказывать тебе, плюс это или минус. По крайней мере, ты должен это знать. Тоже интересный панно. Это не картина. Это проекция. И там настоящие чучело. И ты можешь потрогать холод, потрогать мох, понюхать, послушать. То есть можешь абсолютно все. То есть есть обозначение, что там заяц, как он пахнет, какие следы он оставляет. И вообще, что такое животные в этой полосе земного шара. То есть все тактильно, на слух, визуально. Можно попробовать. И таких стендов разбросано по второму этажу много. А в зависимости от регионов, широт, насколько я понимаю. И, соответственно, флора и фауна, которые присутствуют в тех или иных регионах. Ты можешь их наблюдать в бинокль, нюхать, трогать, слушать. Ну, на любителя, скажем так, стенды. Но я думаю, что они тематические, они наверняка сменные. Ну, мне так показалось. То есть, может быть, мы приехали, когда была какая-то особая экспозиция. Я имею за второй этаж. Есть, конечно, стационарный. Опять же, можно вживую для городских детей посмотреть, что такое як, что такое кабан. Как он выглядит, постоять рядом. Сфотографируются, в конце концов, морские животные. Предметы охоты древние. Это все развивает ребенка. И, подходя к каждому стенду, во-первых, он должен понять, что это. Во-вторых, попробовать найти информацию об этом. Попробовать почитать, поизучать. Ну, а дальше уже зависит от ребенка. Кто-то выбирает развлекательную позицию, да, кто-то изучающую позицию. Но здесь есть стенды, которые заставляют на эмоциях тебя о чем-то задуматься. И, возможно, ты захочешь найти какой-то ответ. Здесь стенд показывает, что останется после нас. В среднем векове оставались горшки, допустим, с деньгами. А после нас мобильники и оружие. Пласт на земной разрезе. На русском и эстонском языке, да, и еще английском. За это спасибо создателям. Я из Латвии. Тот, кто из Латвии, он мне поймет, почему. Спасибо. Видите, наша земля как выглядит сверху, с высоты птичьего полета. Спускаемся вниз. Видим, как выглядит холм. Почему он так выглядит. Составляющая этого холма. Составляющая дна. Например, речного. Вот видим домик, допустим, в котором мы живем. И внизу, что находит, какие пласты, в каком периоде были сформированы. Это очень прикольная модель. То есть, если здесь с учителем, и он это все подробно будет рассказывать, или грамотный экскурсовод. Это действительно будет очень интересно, но я не видел там экскурсии. Ну, на момент нашего посещения они наверняка там есть. Поэтому, если у вас есть возможность заказать и пройти это с экскурсоводом, я думаю, даже взрослым будет это интересно. Развлекательный стенд. Кидаем камни в воду. Не получилось ни у кого, но повеселились от души. То есть, может, и получилось, но нужно было побить рекорд кидания камней в воду. 150 сантиметров. Дальше такие интересные опять тематические всякие. Электронные штучки, рассказывающие о нашей планете. Поднимаемся плавно на третий этаж. Вот это тоже интересная вещь. Это ГИС, как называется, метеоцентр. Здесь вам предлагают посидеть, как птенец в гнезде. Что видит глаза птенца и что он ощущает? Это окаменелости. Как они выглядели вживую и как они остались отпечатанные в камне. Со дна морского. Здесь прикольная штука. Ну, не знаю, очень понравилась, по-моему, на любой возраст ребенку. Когда ты можешь брать и раскрашивать. Это интерактивная раскраска. То есть, электронно ты берешь, вот и раскрасываешь. Ну, Нику было не выгнать оттуда. Ей там нравилось все. И, по-моему, это ее любимая комната. Так, я уже сбылся с счета. Пятая комната, которая заставила прям сказать, что не зря приехали. Наверное, это она. Хотя вот эта шестая, она мне очень понравилась. Вы заходите сюда внутрь и ощущаете себя так, как будто бы вы находитесь под водой. Что происходит под водой? Вот банка. Камбал эту банку швыряет. И здесь разные виды дна, насколько я понимаю. Там северные, более теплые. И вы внутри, в 3D-проекции, можете побывать под водой и посмотреть все, наверное, агрессии и все прелести, которые есть на морском дне. То есть это и эффект 3D, да? И звук. И вы внутри себя ощущаете, если комната не забита людьми, вы находитесь в ней один. Ну, так интересное ощущение, скажу так. Вот так выглядит эта комната. Мне повезло, я был один. Какое-то время, конечно. Ну, для маленьких детей это, наверное, как оказаться внутри мультика, мне кажется. Инсталляция с рыбками. Кстати, похоже, мы увидели в Литве в морском музее. А здесь уже наш современный дом. То есть вы как бы побывали у кого-то в доме и посмотрели, наносит ли наша среда, окружающей среде, какой-то ущерб. Или не наносит. Так мы побывали в ретро, в старинном городе Пиарново, на машинке. А здесь мы попробовали посмотреть телевизор. То есть, смотрите, педальки крутишь, вырабатываешь электричество, смотри телевизор. Насколько тебе хватит посмотреть, что такое труд. Здесь мы можем видеть, сколько мусора вы производите, покупая одну покупку среднестатистическую в своем магазине. И можно посчитать количество мусора, разумного мусора, которого производит человек. То есть каждый человек губит свой земной шар на какое-то количество килограмм каждые сутки. Здесь есть альтернативы. Альтернатива углеводам. То есть углю, нефти. Сколько что добывается, чем можно заменить. Но здесь такая трудная информация, которую даже мне, взрослому, очень сложно было освоить. Здесь, наверное, надо было с экскурсоводом. А здесь надо посмотреть, что земля у нас вовсе не круглая. Здесь настоящий земной шар, как он должен выглядеть. И не такой уж, скажем, идеально круглый, как можем видеть. Вот это очень интересно, земной шар. Глобус. Я первый раз таким увидел и подумал, ну действительно уже, почему он всегда изображается в наших мозгах, как идеальная форма шара. А здесь тоже интересная фишка. Оказывается, в жизни белый мишка никогда не видел пингвина. А пингвин никогда не видел белого медведя. Для меня это было открытие, честное слово. Я думал, что они всегда живут вместе, даже питаются друг другом. Нет, оказывается, они друг друга никогда не видели. А вы знали об этом? Да, можно было узнать больше, если был экскурсовод или радиогид. Это минус. Я уже, по-моему, третий раз повторяю. И было бы неплохо, если бы этот минус все-таки устранили. Нет экскурсовода, есть радиогид. Есть. Волооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо На этом посещение музея ледникового периода заканчивается. Напомним, что мы многодетная семья, у нас 5 человек, и нам посещение обошлось 19 евро и ушло примерно полтора часа на осмотр всех экспозиций. Ну, нужно понимать, что если бы мы это осматривали с гидом, это было бы мега интересно. Без гида это, конечно, не так эффективно, но место все равно рекомендовано для посещения. Мы двигаемся дальше. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok